Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами канал Геоэнергетика. Я Борис Марсенкевич. У нас в гостях пока все еще удаленно Валентин Землянский, город Киев. Валентин, добрый день. Добрый, Борис, спасибо за оптимизм. Все еще удаленно, это как бы намекает. Мы же не услышали новостей о том, как выглядит подготовка к новому 2022 году в энергетической отрасли Украины. Я бы мог показать, если бы мы чуть раньше начали, вот прямо возле дизель-генератора. Вот так бы выглядела подготовка, потому что минут на 40 пропадала электроэнергия. Я думал, что как раз к моменту нашего с тобой эфира я покажу стрим, как оно должно быть. Перемазанный в саже, с дизелем, с канистрой дизеля, значит, пыхтящий генератор. Ну и я на фоне стримля рассказываю об ужасах веерных отключений в Украине. Я, если честно, хотел посмотреть сам, но когда услышал заявление о том, что поскольку не хватает угля, а будем топить газом, я понял, что у меня сил вот это изучать нет. Так что это все тебе в руки. Я тогда кратенько постараюсь тоже хронологию дать. Значит, было три заявления. Первое, так сказать, пятничное, еще прошло-прошло-недельное, позапрошлой недели. Президент сказал, что, пацаны, у нас все хорошо, угля и газа хватает, меморандум работает, тарифы не поднимаются. Ну, где-то в таком же залоге в среду и в пятницу выступил премьер. Та же история. Все здорово, все хорошо, зиму проходим, не переживайте, лодки плывут, как бы уголь складируется, газу, там Витренко выходил, как бы рассказывал. Но что-то пошло не так уже к этой пятнице, вот уже, по сути, прошлой недельной, когда вдруг в 6 часов вечера собрали журналистов и объявили о создании кризисного штаба по преодолению негативных последствий в энергетике. Видимо, так закачали газу и угля, что... То есть в середине декабря появилась кризисная комиссия. Эта комиссия уже приняла закон о запрещении на территории Украины анекдотов про горячих эстонских парней? Ну, про горячих эстонских парней я не уверен, но вот те заявления, которые были... Это был брифинг 11-минутный, он транслировался в... Я его нашел в Фейсбуке на одной из страниц там правительственных. Значит, там рассказали, что... Все те же самые мантры, но там сказали, да, что ТЭСы и ТЭЦы... Это было протокольное поручение до этого, а там Шмыгаль уже сказал, что да, так все хорошо, поэтому две ТЭС и две ТЭЦ будут переведены на газ. Но насколько я понимаю, поскольку это все... А, и в пятницу в прессе появилась аналитическая записка Службы безопасности Украины в рамках контрразведывательного обеспечения экономики, но я думаю, в России там аналогичная ситуация, то есть контролирующие органы, они же всегда проводят соответствующий надзор за происходящим, и там было сказано, что, значит, на Славянской ТЭС угля в 50 раз меньше от необходимого. Два процента. В 50 раз, да. Значит, на Луганской в 4, ну и вообще в целом как бы ситуация не айс. Но точно на газ перевели Дарницкую ТЭЦ, которая здесь в Киеве, левый берег, она отапливает, вот она ушла. Ушла на газ, потому что, ну, я так понимаю, что собирали по крохам все, что могло гореть, вот. И этого уже не осталось, всего этого, как это, непотреба, да. В общем, мусор закончился, начали топить газ. Вот. Жители, кстати, левого берега очень благодарны, потому что дышать было практически нечем. Ну, понятно. Уголь, газ это всегда. Да. Поэтому вот вкратце ситуация с прохождением отопительного сезона выглядела так. По данным Укртрансгаза в хранилищах 14,78 миллиарда кубических метров. Отборы идут в районе 70-80 миллионов в сутки. Скорость отборов. Это морозов не было. Морозов только ждем. Вот на этой неделе должны быть морозы. В целом по... Давай я тебе скажу. Так. Ну, кому интересно будет цифра. Значит, у нас перепады между ночью и днем по мощности генерации с 16 скачет ночью до 22,5. Днем вот вечерние пики достигают даже 22,6. Гигаватта при этом атомка 14 блоками работает. Они держат 12,4. И вот в общем балансе. То есть ограничений диспетчерских нет, но, как ты понимаешь, самим не хватает. Значит, все пики покрываются в основном за счет тепловиков. Были, по-моему, какие-то опять перебои, неровный ритм поставок из Белоруссии. Вроде бы до нуля они падали, потом опять поднялись. Тогда мы сейчас с тобой уйдем в политическое шоу, потому что там обвинили, что к торговле с Белоруссией причастна компания, зарегистрированная в Арабских Эмиратах, которая близка к одному из топ-депутатов зеленых слуг народа Арахамии. Ну, по крайней мере, в СМИ такая информация проходила. Поэтому прошла там смена составов покупателей. И в принципе, насколько я знаю... Организационный момент. Да, организационные моменты снова вышли. Но я думал, что тепловая генерация не сильно радовалась по этому поводу, потому что угля как бы по-прежнему недостаточно, скажем так, мягко говоря. Значит, на пятницу было 447 тысяч тонн. Ну, на фоне того, что было и 350 у вас, по-моему, минимальная отметка. Ну, плюс, да. То есть, если в целом мы говорим с тобой по динамике, то общий плюс по государственной идет минус. Минус 11%. То есть, у них 109 тысяч тонн угля. Как ты понимаешь, это ни о чем. И работают они из 20 блоков. У них в работе 6,5, 9 без угля. И еще 4,5 в ремонтах. Вот Славянская работает половиной блока. То есть, где в 50 раз меньше необходимого угля, вот там работает полблока. Не, ну вот это достижение, что электростанции, построенные поверх угля, сидят без угля, это, конечно, целиком заслуга политиков. За что боролись на то и напоролись людей, жалко. А так бы все бы ничего. К сожалению, ситуация такова. Что касается обстановки в России, где, как известно, министр энергетики действует по формуле, а вдруг морозы, все спокойно. Единственное, что Газпром в субботу, но не официально, а где-то там на уровне каких-то пока полуофициальных заявлений, ожидаются сильные морозы в центральной части России до 10 градусов ниже среднегодовых норм. В связи с этим возможен рост потребления газа в России и могут быть сложности с поставками газа в Европу. Просто предупредил на всякий случай, что если морозы будут аномальные, будем действовать, как полагается, в условиях чрезвычайной ситуации. Надеюсь, что многих в Европе это порадовало. Зависимость от российского газа еще чуточку уменьшится. Ну, Европа ведет себя точно так же. Давай вспомним, мы обсуждали с тобой на прошлой неделе новую северную войну за электричество. То есть сначала курим твои, потом каждый свои, поэтому извините. Не, ну вот ситуация раз за разом показывает, что когда проблема обостряется какая-нибудь, были проблемы, когда разгоралась пандемия коронавируса, когда делили эти антивирусные препараты чуть ли не с автоматами отбирали, грабили друг друга. Сейчас, если в отопительный сезон украсит температуру ниже обычных, то мы, наверное, много чего еще увидим, узнаем. Положительного ничего в Европе отметить не могу. Единственное, что вот сообщение Борисова о том, что может быть признана зеленая таксономия. Просто насколько это сильно может повлиять в среднесрочной перспективе, а строительство атомной электростанции – это среднесрочная перспектива. Подбор площадки, получение лицензии, начало строительства строительства – это 7-8 лет, и никуда от этого не денешься. Для Украины, конечно, исключение может быть, если на базе Хмельницкой атомной электростанции продолжат работать либо Росатом, либо, чтобы это было более по-европейски, «Шкода» – «Ядерное машиностроение». Это звучит намного более по-европейски, а то, что эта компания принадлежит Газпромбанку, это же вовсе не обязательно кому-то что-то об этом знать. По-европейски толерантно. Да. А во всех остальных случаях это 7-8 лет, и как бы сейчас таксономию они меняли, не меняли, на сиюминутные проблемы это не повлияет уже никак. Что касается России, ну вот отопительный сезон идет. Понятно, что отопительный сезон проблемы приносит, то здесь из-за снегопадов аварии случаются, никуда от них не денешься, климат такой, какой есть. Как от этого избавляться? Разве что вместо линии электропередач переходить везде и всюду на кабели? Но это слишком дороговато. Из таких серьезных новостей есть реализованный проект магистрального газопровода от Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения, которое разрабатывает Газпромнефть. Проложен новый магистральный трубопровод мощностью 20 млрд кубометров в год. Соединил он это месторождение с единой системой газового снабжения, увеличив ее надежность. Это Ямал, и пока еще до конца эти слухи не закончились, вероятнее всего, что там же на Новопортовском месторождении появится газоперерабатывающий завод, пусть небольшой мощности, но он необходим, потому что идет не только газ, но и попутный нефтяной газ, соответственно, нужно его в порядок приводить, иначе он не соответствует ГОСТу и в трубу его не затолкать. Так что вот у России такие надежды. Ну, я тебе хочу сказать, вот пока мы не ушли далеко, вот вставить тут небольшую такую ремарочку, ну, во-первых, сделать спойлер, у меня на канале выйдет интервью с бывшим министром, или как сейчас принято говорить, министеркой, да, в 2020 году Ольга Бусловец была министром энергетики в Украине, и, в принципе, она высказала вот на нашем интервью, она рассказала, как она видела развитие и угольной генерации, в том числе тепловой генерации, вернее, угольной отрасли и тепловой генерации. Она говорила о возможности заложить, по крайней мере, запланировать строительство газопоршневых тепловых электростанций, вот речь шла об этом, и вообще как бы выделить денег на закладку новых лав. Потому что мы бы сегодня имели совершенно другую ситуацию, если бы было заложено 6 лав, мы бы имели добычу 750 тысяч тонн угля, как бы, собственно, собственной добычи, и, ну, как бы, накопительным эффектом в следующем году это было бы полтора миллиона тонн. Это то, что касается по электроэнергетике, а что касается газа, вот то, о чем ты говоришь, во-первых, строительство новых газопроводов, это такое впечатление, знаешь, что я слушаю программу «Время 82-го года». Вот, здесь это все новости из старорежимного порядка, потому что в 2014 году процесс газификации, который шел там, ну, частично за счет коммунальные, там, местные средства, частично за счет «Нафтогаз» Украины, ну, то есть за бюджетные средства, он уничтожен как вот, как явление. Его нет просто от слова совсем. То есть все новые подключения, это только по тем магистралям, которые были уже проложены, но просто вот такой, знаешь, легкий мазочек такой, да, штрих к подготовке к отопительному сезону высказал глава оператора газотранспортной системы, он был бесподобен на этой неделе. Вот, он сказал, знаете, да, в принципе, но у всех облгазов, и, собственно говоря, как у нас, есть график приоритетных отключений от газа промышленных потребителей. То есть в случае критической ситуации вот по этим спискам Минэнерго начнет отключать. Так у нас все в порядке, но, как бы, если вдруг чего, то... Но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Ну, мы еще вернемся, думаю, к этому вопросу в логике заявления господина Витренко, который открыл новые законы физики. А, да, вот если можешь, процитирую, потому что у меня сил не хватает, я начинаю смеяться где-то посреди текста. Это великолепно. Я постараюсь тоже серьезно. Я верил, что на Украине смогут найти деятеля, который пойдет дальше, выше и ширше, чем мэр города Киева. Что нашли, нашли, есть еще один златоуст. Ну, я считаю, Борис, нужно относиться толерантно. Вот, и давай будем считать это новым прочтением закона Бойля-Мариотта. Ну, вот как Виктюк видел три сестры, у него было три брата. Вот мы видим, как бы, вернее, не мы, а глава «Нафтогаза» видит вот так вот законы физики. Если не будет транзита и упадет давление, то, честно говоря, легче тогда будет поднимать газ из подземки и больше добыча, потому что газ идет из зоны более высокого давления в зону более низкого. Чем меньше давление в трубе магистральной, тем легче и больше будет выходить газа из подземки. Юрий Витренко, 16 декабря, в эфире телеканала, по-моему, 1 плюс 1, если я не изменяю память. Да, скрижали. Я считаю, отлить в граните это нужно обязательно. То есть вот это... Я думал, что на фразе «Для того, чтобы вода была горячей, надо нагреть холодную», я думал, что это уже все. Нет, нет. Можем, смогли, одолели, взяли эту вершину блестяще. То есть собственная добыча... А ты как вот сидел, изучал свою теоретическую физику. Зачем? Зачем было так напрягаться? Достаточно было махнуть стакан и идти к микрофону. Ну, я не знаю, понимаешь, я не нарколог, но не знаю, как в трезвом уме, даже человеку без технического образования можно сказать подобного рода фразу. Но, тем не менее, имеем факт, как бы там ни было. Как и факт того, что украинские СМИ сказали, что мы прокачали 145 миллиардов кубов газа, пометуя весь экспорт России, но вкралась опечатка и вот со ссылкой на Сергея Макогона. На самом деле у журналистов сейчас вот, как это, у животных же бывает гон, когда они не соображают. Вот есть тема «Северный поток-2». Они выискивают каких-то политиков, там, третисортных, отставных, пенсионеров, суют им в нос диктофон, потом все это лихорадочно записывают и вываливают нам какую-то новость. Бывший помощник, бывшего министра, который в 1900 лохматом году ушел на пенсию по поводу «Северного потока», сказал «вот», и аршинными буквами пошел заголовок. Кто что сказал, зачем сказал. Мне кажется, что касательно перспектив Европы, думаю, что после того, что происходит вокруг «Северного потока-2», строительство новых крупных инфраструктурных объектов, приносящих энергетические ресурсы из-за пределов этой части света, уже ожидать не приходится. Думаю, что «Северный поток-2» — это последнее что-то серьезное, построенное, во всяком случае, за счет усилий российских и европейских компаний. Как в свое время отметил Сергей Лавров, Европа убедительно доказала, что считать ее приличным экономическим партнером уже невозможно. Это правда, потому что даже весь этот пыл, разгар страстей вокруг «Северного потока-2», он идет при устойчивой забывчивости всех тех денег немалого количества европейских компаний, которые вложились не только в «Северный поток», но и в его сухопутное продолжение. Во всю эту сеть магистральных газопроводов. То есть политики не обращают внимания даже на собственный крупный бизнес. Говорить о том, что вот эту экономику можно считать либеральной, капиталистической, уже не приходится, потому что больше всего это смахивает на стиль незабвенного Льва Давыдовича Троцкого «бей своих, чтобы чужие боялись». Мы будем протестовать против «Северного потока-2», а то, что собственные бизнесмены вложили миллиардов 15-20 во все его продолжения, это уже не важно. Важно, что это очень плохо для России, хотя если цена до конца отопительного сезона останется на таких же уровнях, как сейчас, я не удивлюсь тому, что в апреле на сайте госзакупки появится тендер на выковыривание труп «Северного потока-2» со дна морского, что они там валяются. Он и так уже окупился. Да, по промышленности я думаю, я у себя сделаю отдельную программу, притащу, так сказать, специалиста по промышленности, который расскажет, в какой она ситуации, вот в декабре месяце, потому что в ноябре у меня был разговор с главой федерацией работодателя, вот тогда сказал уже, что контрактование на ноябрь было по 1200 долларов, мы с тобой это обсуждали. Вот я хочу дернуть еще одного из его окружения и поговорить с ним, как сейчас промышленность, потому что те сигналы, которые доходят до меня, они крайне печальны, потому что мне прислали вот акт выполненных работ, это средний бизнес в Киеве, ну то есть ничего из ряда вон, это теннисные корты, но их тоже, оказывается, надо отапливать. И да, и отопление оказалось, что одна гигакалория поднялась с 2000 гривен, ну то есть это где-то порядка 80 долларов, туда приписали коэффициент 1,7, не, 2,7. Вот, то есть гигакалория стала стоить 7000 гривен, ну то есть почти 300 долларов, да, там 280. Ну вот, собственно, и все. Вот, и человек задается вопросом, говорит, а мне вот как бы клиентуре в три раза поднимать там абонемент, или как, или что? И при этом ни слова не звучит, вот знаешь, что меня, ведь обращались как бы и промышленники, что бог с вами, мы будем платить эту европейскую цену, хрен бы на вас. Дайте, дайте возможность финансово как бы закрыть кассовые разрывы, которые возникают вследствие вот этих, вот, вот этой ситуации. Вот, вот тебе, это то, что я могу вот из того, что, ну, из той информации, которую я располагаю пока на данный момент, вот привести тебе такие примеры, показать, как это реально отражается вот на украинском бизнесе, на украинской промышленности. Это на самом деле будет сказываться везде, потому что тот уровень инфляции, который сейчас фиксируют в России, за 8% выскочили, на мой взгляд, это вот следствие тех самых веерных разбрасываний антиковидных денег, которые в Европе применяли, вот это первая волна. Сейчас придется в следующем году ждать волну из-за того, что подорожает все, что мы импортируем из Европы. С одной стороны, конечно, хотелось бы, чтобы это стало дополнительным стимулом перемещения промышленности через границу России, но с другой стороны, с какой скоростью промышленники будут реагировать, сказать сложно. Тем более, как недавно в своем выступлении, посвященном 30-летию компании «Лукойл», Вагит Аликперов сказал, самая большая опасность для любого инвестора в Российской Федерации, для любого предпринимателя, это наше налоговое законодательство. У нас есть такая загадочная теневая фигура, Антон Силуанов, если мы с тобой касаемся энергетики, то за последние 15 лет налоговых изменений, касающихся непосредственно топливно-энергетического комплекса, было 29. Он не останавливается, и при этом тот же самый Антон Силуанов ждет, когда в Россию пойдут иностранные инвесторы перемещать в свою промышленность. То есть вот «Горшочек не вари» эту сказку он не читал, к сожалению. Я даже не буду спрашивать, читал ли он Ергина, и могу даже вспомнить замечательный взрыв творчества, так сказать, постмайданной. «Никогда мы не будем братьями». Еще как будем братьями. Я поэтому всегда в своих постах всегда пишу «У небратьев». И дальше, собственно, найдите 10 отличий. Это называется в действиях, потому что, в принципе, логика действий чиновников, мне кажется, она границ не имеет. Она не имеет границ ни географических, ни политических, ни даже временных, потому что действия чиновников начала 20-го века, начала 21-го, по-моему, только наличием компьютера на столе, а все остальное то же самое. Стиль все тот же. Что касается новых проектов в России, закончено проектирование маршрута «Силы Сибири-2» до границы с Монголией. Сейчас состоялись встречи с руководителем Монгольской республики. Союз «Восток» будет называться, это частью газопровода, которая будет проходить по Монголии. Проектирование маршрута там ожидается уже в марсе, но это связано, конечно, с особенностями геологии и географии. Монголия там проектировать значительно легче, ибо песня «Степь для степь кругом» она, наверное, на монгольском исполняется без перевода. И одновременно... Какая мощность планируется? 55 миллиардов кубометров, ни на что не намекаю, ресурсный источник ровно тот же, что и у Северного потока-2. То есть продолжать активное сотрудничество с отдельными европейскими компаниями, да, возможно, но поскольку действия этих компаний зависят от того, что вытворяет Европейская комиссия, за что голосует Совет Европы, лучше перестраховаться. И одновременно идут переговоры с китайскими компаниями о подписании долгосрочного контракта, о выработке формулы цены. И, соответственно, для самих китайских товарищей возникает вопрос, как продолжать «Силу Сибири-2» по территории самого Китая. В очередной раз подписано соглашение о том, что будут направлены российские специалисты в Китай для совместной работы по поиску возможностей для строительства подземных хранилищ газа. В Азии с этим действительно большие проблемы. Не в политическом, не в экономическом смысле, а чисто в геологическом. Там с этим сложно. Так вроде бы ничего выдающегося. Что касается визита Путина в Индию, то отголоски пошли. В конце недели состоялись переговоры «Indian Rail Oil Company» и «РЖД». «РЖД» приглашают в Индию поучаствовать в расширении сети железнодорожных путей сообщения в Индии. Там они строятся, строятся активно. Представителям Индии понравились системы безопасности, новая появившаяся в России система оповещения. То есть там какой-то симбиоз возможен. В принципе, это достаточно приятно. Неприятно то, что перенесен тендер на строительство новых электростанций для БАМа и Транссиба. Третий этап расширения, который должен быть начат в 2027 году. К этому времени какая-то электростанция уже должна быть на территории Иркутской области в районе Бадайба. Полнейшее провисание линии электропередач. Если туда тянуть, то будут большие потери. То есть электростанция нужна. Тендер должен был состояться до конца года. Сейчас его перенесли на февраль. В связи с чем, не очень понятно. В принципе, РЖД государственная компания. Государственных компаний в России, которые могли бы решить вопрос строительства новой электростанции, более чем достаточно. Начиная от Газпром-энергохолдинга. Если уж мы говорим про Иркутск, где с Ковыгтинского месторождения потянется сила Сибири, заканчивая той же компанией Росгидро, я уж не говорю про компанию Росатом. У нас хватает государственных компаний, которые могли бы это делать без этих тендеров. Но мы соблюдаем процедуру. Так вот, чего-то крупного еще. Ну, идут отголоски того, что произошло, к сожалению, в очередной раз в наших шахтах. Крупная трагедия. Я надеюсь, что какие-то организационные выводы будут. Во всяком случае, основной акционер СДС-холдинга находится под наблюдением соответствующих специалистов. Суд просьбу этих специалистов удовлетворил. Возможно, что будет какой-то передел на угольном рынке. Он, в принципе, уже начался. Я тебе уже говорил, что корпорация Айон выкупала в Иркуту уголь у Северсталя. И очевидно, что это будет сопровождаться попыткой нарастить объем добычи в бассейнах Коми, так скажем. В Иркута это в российском масштабе 11% добываемых коксующихся углей. Уголь там хороший. Я думаю, что не только политически, но и в целом экономическая ситуация на этом благоприятствует. Потому что цена на уголь позволяет начинать какие-то движения и маневры с точки зрения слияния и поглощения. То есть это перестает быть сугубо энергетическим вопросом. Да, на самом деле корпорация Айон и Роман Троценко, ее основной акционер, он выкупил это уже третий по счету угольный проект, который может развиваться без участия российской железной дороги. Месторождение Сарадасай это западный берег Таймыра. Он практически в 20 километрах от Енисея уже строится новый порт под названием Енисея и соответствующие суда пойдут не на юг железной дороги, а на север, в северно-морской путь. Месторождение возле Диксона тоже недавно полностью собрана акция корпорации Айон и ждем ее решения. Вот Воркута. Воркута это надежда на то, что будет строиться глубоководный порт Индиго. Там железнодорожная ветка потребуется, но там сейчас рост потенциальных грузооборотчиков нарастает и нарастает. Есть очень хороший проект у Русско-Титана, русские титановые ресурсы. То есть вот и все это в руках практически одной корпорации. Может быть это и к лучшему. Потому что то, что происходит на севмор пути, семибанкирщина, замерзшие суда, которые не оттуда получили метеосводку, решили сэкономить на ледокольном сопровождении. Хотя свободные ледоколы были у Министерства транспорта, они продолжали стоять чего-то ждать в порту Санкт-Петербурга. Росатом, у которого долгосрочные контракты с Нурникелем, с Ямала, с ПГ, вынужден был уговаривать вторую сторону контракта, что мы сейчас отвлечемся и побежим в сторону ПИВЕКа, потому что 24 судна, замерзшие во льдах, это ни к чему хорошему не приводит. То есть, чем больше неразберихи, чем дольше продолжается сопротивление восстановлению того, что было в советское время, называлось штаб Северного морского пути, где в одних руках было сосредоточено все, чем больше межведомственная неразбериха, тем меньше надежды на то, что пожелание Владимира Путина об увеличении грузооборотов в акватории Северного морского пути до 80 миллионов тонн к 2024 году будут реализованы. Росантофлот рассчитывает, что в этом году грузооборот составит 34 миллиарда тонн. То есть, мечты мечтами, а реальность реальностью. Так что, все угольные проекты в Арктике только на пользу. Тем более, что спрос растет и останавливаться не думает. Ну, я так понимаю, что освобождение судов это эхо глобального потепления. Ну, конечно. Твоя любимая фраза, которая сопровождается локальным похолоданием. Где выплывет локальное похолодание в этом году, остается только догадываться. Но разведка донесла, что Дед Мороз из Великого Устюга выехал. Так что, ждем. Он-то еще... Да, очень похоже. Эта неделя будет очень показателен, я с тобой согласен. Он-то еще ладно, но у него же Снегурочка. Здесь же хочется мир посмотреть. Посмотреть, где какие скидки в гостиницах. В прошлом году в Европе хорошие скидки были. А эти испанские курорты? Да, я помню этот клин арктического воздуха, который зашел там, по-моему, до Берлина и недели две уходить никуда не собирался. Поэтому вполне повторение может быть. Не исключено. Но мы же говорим, это же все эхо глобального потепления. Это оно. Вот. Еще было очень много разговоров по поводу водорода. Зеленого, синего, серобурмалиного. Он всем нравится. Опять же, отличилась Еврокомиссия, которая решила, что надо держать резервы для поставок низкоуглеродного газа. Вот это новинка такая. Низкоуглеродный газ это водород, а еще биогаз. По поводу наполнения биогазом можно, конечно, давать самые разные советы, но пока маловато. Пока маловато. Но Европа над этим работает, чтобы биогаза стало больше. Ну, про биогаз, кстати, вот помянутый Витренко, он тоже сказал, что это один из способов борьбы с нехваткой газа. И вообще, как бы, нам нужен биогаз. Биогаз позволит переводить теплоэлектроцентрали на биогаз. Вот так мы избавимся от, станем энергетически независимыми. Ретранслировать даже не хочу, потому что на кризисном штабе там тоже самое предлагали. К биогазу еще добавить термомодернизацию домов, как один из элементов борьбы с дефицитом энергоресурсов. Вот даже комментировать не хочу, потому что я, как человек, немножко понимающий в этом, я ждал совершенно других заявлений от участников этого штаба относительно восполнение ресурсов относительно пересмотра энергетической политики и внешнеполитических решений. То есть чего угодно, но не рассказав о том, как в следующем году термомодернизируют пять тысяч домов, а теплоэлектроцентрали, то есть коммунальную энергетику, переведут на биогаз. но как напряглись все коровы на Украине от границы до границы. На самом деле был совершенно четкий сигнал подан на этой неделе из Молдавии, не очень понимаю, почему Украина не отреагировала. Там правительство намерено оформить как поручение в адрес Молдова газа, что к отопительному сезону обязателен резерв на отопительный сезон в объеме не менее 700 миллионов кубометров. Это настолько толстый намек на то, что подземные хранилища на территории Украины получают первого клиента, но со стороны Украины почему-то никаких сигналов в ответ. Давай очень четко понимать, что речь же зашла, я не помню, говорили мы с тобой, что речь заходила же о создании стратегического запаса, где для Украины это было сразу. Вот заходите и начинайте. Ну, опять повторюсь, Европа еще думает, Молдавия посылает совершенно недвусмысленный сигнал, потому что где Молдова может хранить газ, кроме как по эту сторону границы, то есть на Украине. То есть, пока Евросоюз размышляет, Молдова будет искать, где ему хранить, если действительно будет оформлено как поручение правительства. То есть, предварительное заседание на этой неделе они должны выполнить как распоряжение, что к началу водопительного сезона для Молдавии должно где-то в уютном месте находиться 700 миллионов кубометров газа. Вот первый клиент, который зреет сам. Ну, давай понимать, что здесь еще есть риски, потому что нерезиденты, это я тебе такую страшную военную тайну расскажу, нерезиденты в сутки могут поднять сейчас только 10 миллионов из украинских ПХБ. все остальное уходит самой Украине, понимаю, но с другой стороны ведь если труба будет пустая, газ сам пойдет в Молдавию. Да, газ сам пойдет в нее, и скважин, и хранюр. Делать вообще ничего не надо, но тем не менее, вот то, о чем мы говорили, вот оно начинает материализовываться, потому что ну вот эта зима показывает, что не снижаемые какие-то на случай чрезвычайных ситуаций объема газа должны быть, вне зависимости от того, как выглядит политика, как выглядят отношения с Россией вообще и с Путиным в частности, результат начинает сказываться, с какой скоростью все это будет происходить, там что-то невнятное еще заявила Еврокомиссия, ну вот по поводу того, как подземное хранилище газа на территории Европы должно управляться, но там все... Да, я видел, видел это заявление, ну там сложно, там частные владельцы, их много, есть компании, которые имеют долгосрочные, среднесрочные контракты на аренду активных объемов, договориться с Украиной было бы намного проще, здесь еще этой вольницы нет, здесь достаточно договориться, насколько я понимаю, с одной компанией, с ней все вопросы решать, что уже проще. Ну, я тебе больше скажу Европа, вот, кстати, момент, который мы с тобой, когда о Европе говорили, мы его упустили, Европа, по-моему, начинает, даже не начинает, а уже входит в активную фазу перехода от либеральной модели рынка к планово-социалистической экономике, ну, потому что фраза о том, что в хранилище, вот ты просто хранилище вспомнил, я вспомнил, что я видел эту новость, что в хранилищах должен находиться определенный резерв газа, неснижаемый, для прохождения отопительного... Простите, извините, а что это было? Что это было? Это было то, что они прислушиваются, наверное, к чему-то, видимо, подсматривают нашу передачу, и когда мы бурщим о том, что для энергетики, главное, все-таки не прибыль, а надежность, и гарантированная обеспеченность всех потребителей, может быть, они это услышали? Я понимаю, что это попахивает командной административной системой, но ведь иначе приходится вспоминать песенку про макаку. Английские субтитры все равно делать не будем, пусть мучаются, переводят. Потому что зеленеть-то можно, но... Но вот макакой прогрязывающие руки... Ну да, да, да. Холодно носится. Заставляют думать головой. В маленькой Европе, да. Дальше парьеритма тоже ложится. Да, кстати, да. Это... В одном из старинных выпусков КВН была замечательная фраза. Если вы будете уверять меня, что первая рифма, которая приходит к вам в голову на слово Европа, это слово Пенелопа, вы, батенька, лицемер. Вот и здесь с рифмой совпало. Ну, тогда я предлагаю на этой мажорной ноте... Будем продолжать наблюдать. С наступающим днем энергетики. У вас этот праздник, надеюсь, не декоммунизировали? Вот оно. Давай так, его могли декоммунизировать на государственном уровне, я не уверен. Сейчас в связи с такой атомизацией в целом общества, но в коллективах энергетиков его не декоммунизировали. Давай скажем вот так. Он остается. Он должен оставаться. Это самый короткий день в году, зато это самые длинные вечеры. Если энергетики работают хорошо, то и этот вечер они проводят неплохо. Ну, тогда остается только присоединиться к поздравлениям. Присоединяемся к поздравлениям всех, кого касается энергетика. Разумеется, всех, кто работает в отрасли и всех нас, потому что мы имеем возможность с Валентином разговаривать, находясь достаточно далеко друг от друга. Электроэнергия есть, тепло есть, свет есть, значит, нам есть, что отметить. Всех с наступающим праздником. Всех спасибо за внимание. Валентин, спасибо за участие. С праздником, до новых встреч.